Рассмотрим пример еще одной задачи. Пускай теперь нам нужно посчитать сумму всех целых чисел на интервале от A до B. Например, если мы хотим посчитать сумму чисел на интервале от 3 до 7, то это будет сумма 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7, то есть 25. В нашей задаче числа A и B будут задаваться пользователям. Как можно было бы подойти к решению такой задачи? Нам хочется написать какое-то такое выражение. Результат, то есть сумма, равно A плюс A плюс 1 плюс A плюс 2 плюс и так далее. Кончается все плюс B. К сожалению, в программе мы не можем написать вот таким вот образом. Интерпретатор не поймет, как мы его интерпретировать неясно. И в общем случае A и B могут быть произвольными, поэтому даже непонятно, сколько здесь слагаемых нам писать, какую длинную строчку записывать. Ну что ж, если мы не можем посчитать за один раз эту сумму, давайте считать по действиям. Давайте заведем переменную, в которой мы будем накапливать сумму по элементам. То есть изначально мы возьмем число 3. Потом добавим к нему число 4. К результату суммы 3 и 4 добавим число 5. К результату 3 плюс 4 плюс 5 добавим число 6. И в конце добавим число 7. В общем случае это будет выглядеть следующим образом. Мы завели переменную S, в которую записали значение 0. Пока мы ничего, ни одно слагаемое туда не добавляли. Дальше у нас будет переменная, которая пробегает все значения от A до B включительно. И на каждой итерации цикла мы в переменную S добавляем текущее значение переменной I. И увеличиваем значение I на 1. Когда все закончится, то есть когда I после очередного увеличения станет больше, чем B, цикл завершится, и мы сможем вывести значение S на экран. То есть, еще раз. Изначально у нас S равно 0. Потом мы делаем I равным A и запускаем цикл. В цикле мы первым действием увеличиваем значение переменной S на I. То есть, в первом действии у нас будет S увеличено на I, на A. Потом I у нас увеличится на 1. Мы перейдем, если I все еще меньше, чем B, переходим к следующей итерации. И на следующей итерации мы увеличиваем S снова на I, которое сейчас уже равно A плюс 1. То есть, S у нас увеличится на A плюс 1. И так далее. В конце, последним действием, мы S увеличим на B. То есть, получается, что изначально переменная S была равна 0, и мы к ней последовательно добавили все числа от A до B. То есть, то, что мы хотели. В результате, значит, мы выводим значение S, и оно будет равно тому, чему нам и хотелось. Вот этот подход с заведением переменной и постепенным накоплением результата будет вам очень полезен при решении сдачи и при дальнейшем написании программы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok